Привет, это Кабанчиковы Истории на плоту, и мы продолжаем обустраивать мой плод и искать цивилизацию. Я уже подготовил здесь три антенны, одну мы с тобой сделали, две я сам сделал, и мы подплываем к острову, потому что мне нужна медь. Медь для батарейки. Ну и, конечно же, мой плод полон всяких различных материалов. Посмотрите, сколько всего я тут наловил. Это все нам понадобится, чтобы продолжить строительство нашего шикарнейшего дома на воде. А остров, да, остров. Сейчас надо будет заныривать и искать медь. А, ну прежде чем еще, кстати, нырять, мы сделаем ласты, чтобы быть маневреннее и шустрее. Значит, ласты, сок лианы, пять штук. Блин, я не доделал. У меня больше нет сок лиана. Что ж, тогда отправляемся за медью и за лианной. Здесь есть куча водорослей, сейчас мы что-нибудь намутим. И сразу же тут и медь еще. Только вот акула у меня там уже половину ног моих подкусывала. Блин, надо всплывать, где-то у меня сейчас хранты будет. Черт, 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 я же еще и задыхаюсь. Ой, сейчас мне капец будет. Ух, ну я дал, так дал жару. Ну и пока здесь все плавится, я достаю свой новый модненький топорик. И пошел рубить дерево. Дерево мало не бывает. С деревьями расправился. Осталось обчистить днище этого острова. И у меня тут заодно и сок лиан изготовился. Значит, медь закидываем. И я пошел делать ласты. Все, что нам осталось, это пластик. Так, пластика у меня просто заболелись. Питом тут вот. Вот 20 штук, отлично. Е-е-е, мои первые ласты. А я жрать уже хочу, я-мое. Хочу, что у меня тут курочка пожарена. Точнее, чайечка. Сховываем. Ну как тебе мои ласты? Мой новый прикид просто огонь. Кабан в восторге. Давай-ка затестим наше погружение. Слушай, ну по... Оу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Я только прыгнул, ты мне сейчас чуть ласту не повредила. Свеженький, но... Так, понял, 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 понял. Первый. Иди сюда. Я тебя догоню. Я очень быстро плаваю. У меня тоже есть. Нифига себе. Один на один, давай. Ну же. А черт, копье мое сломалось. Не вовремя как. Ну, короче, плаваю я теперь довольно шустро. Медные слитки у нас тоже готовы. А это говорит о том, что я могу сделать теперь батареечку. Нам осталось... Ну, я еще хотел, знаешь, что сделать? Я еще хотел сделать сундук, хранилище прям настоящее, потому что мало места у меня тут. Точнее, места много, а хранить, где вещи маловато. Значит, сундук сюда. Мест теперь дофигищи. По поводу аккумулятора изготавливаем. И сегодня вечером, как раз под закат, я буду смотреть телевизор. Наверное, включить. Слишком близко к приемнику. Ладно, пока выключим. Сейчас я попереставляю эти антенны. Вот так вот норм. Одна там, другая здесь. И она вон там. О, работает, прикинь, работает. Значит, у нас даже есть координаты. По-моему, мне вот сюда надо плыть. Че, все. Поднять якорь. Поплыли по координатам. Все, мы отчалили. Выплыли из этого острова. Теперь разворачиваем парус туда. И, кажется, мы плывем теперь в нужном нам направлении. Да, все. Выключаем наше оборудование. С батарейкой нужно быть поэкономнее. Настало время собрать весь хлам, который мне подарил океан. И из этого хлама сделать что-то дельное. Например, доделать крышу. И я, короче, подумал, что в будущем я сделаю здесь штурвал. А вот это у меня будет окно. Поэтому давай сделаем окно. Вот таким вот образом. Ну, блин, кривоватенько, конечно. Но в целом сойдет, я думаю. Сверху же, конечно же, все тоже закрываем. Делаем по красоте. Ну, вот. Вот что-то типа такого получилось. По-моему, вроде бы неплохо. Конечно, везде все криво-косо. Но что поделать. Я же все-таки из подручных средств делаю. Давай посмотрим, не сбились ли мы с курса. Нет. Мы плывем куда нужно. Ну, шо хочу сказать. Под конец третьего дня моего путешествия. Аколы все еще со мной. Мы уже приближаемся. Осталось 227 метров к указанной точке. И я закончил строительство своей крыши. Та-да-да-дам. Та-дам. О! Вон и базу уже видно. Отлично. Короче. Вот моя кабина капитана. У меня даже тут двери есть. И не одни. Смотри. Вот так вот открывается. Сюда заходишь. Тут все просматривается. Панорамное такое. А стекле... Ну, конечно, без стекла. Просто панорамные окна. Все шикарненько. Я вот думаю, что все надо из дерева сделать. Да? Чтобы все однородно смотрелось. То есть, вот здесь вот у меня листва. А здесь дерево. И дерево все такое ровненькое. А листва все такое косое, кривое. Что-то не очень как-то, да? Конечно же, отсюда надо парус выкинуть. Антенны выкинуть. Еще я заметил, что я тут постоянно бегаю. И бегаю не через двери. А через вот это вот отверстие. Мне, короче, проще вот так вот пробежать. Выпрыгнуть здесь и дальше побежать. Чем вот через эти двери. Короче, я пришел к выводу, что мне нужно двигать лестницу. И выдвигать вот сюда куда-то нужно. А иначе на кой черт я тогда двери поставил? Так, пойдем, короче, метнемся кабанчиком. Поставим якорь. Он им сейчас очень пригодится. Так, наверное, я... Я, наверное, с этой стороны его поставлю. Вот так. Прикольная база. Ну, мы, кажется, проплываем мимо. А еще меня удивляет, как у меня парус работает, если он в помещении как бы скрыт. А, ну через окна, да? Видимо, сквозняк через окна ветер попадает. И мы как-то доплывем. Что-то, походу, парус все никак не тянет. Уже битый час пытаюсь доплыть. Весло, настало твое время. Выходи. Черт, весло сломалось. Ладно, что, сделаем новенькое. Причалили. Да еще как. По-королевски. Я-мое, пойду сбрасывать агрь. Сейчас я сброшу якорек. Вот здесь. Давай, сбрасывай якорь. Отлично. Там еще и дно видно. Ну и здорово. Пошли обшаривать. Надеюсь, здесь нет радиоактивных крыс, как в сталкере. О, листочек. Листочек. Еще фонарик. Блин, пойду я, короче, посплю. Ночью здесь шарится вообще не камельфо. Добренькое утречко. И у нас сегодня огромная куча дел. Просто огромнейшая по исследованию этого комплекса. Ну и, конечно же, на голодный желудок ничего нельзя делать, пока не перекусишь, никуда не пойдем. Еды у меня, конечно, тоже не очень много, но есть. Бахнем крепкого, чистого кофейку под названием вода. Все, Б3 нам, кажется, сюда. Будем все обшаривать. Все, все. Коробки, кстати, можно? Коробки нельзя ломать. О, хлам. Хлам пригодится. Забираем. Пластик тоже. Все, что можно утащить, забираем. Тут тоже. Ух, тут лодка была нормальная. Смотри, не плод, нормальная пластиковая лодка. Тут тоже какие-то штуки интересные. Надписи не хочу читать. Поймал акулу и назвал ее Брюсом. Понятно. Значит, все дело в акуле под именем Брюс. Тут вот тоже хлам есть. Что тут? Робби. Лодка ушла. Гона, оставайся здесь, пока не найду какое-то место. Майк. Понятно. Короче, все отсюда сбежали. Сбежали, видимо, из-за Брюса. Из-за акулы. Что у нас тут? Телефон есть. Он, видимо, не работает. О, радио, радио. И записная книжка. Добавлена новая заметка. Давай почитаем, что там, что там в новой заметочке. Январь. Прошло несколько недель. На платформе только мы с Филином. Кто такой Филин? Синица забрала лодку. Погоди. Там же было написано, что забрала ее Робби вроде как. Вот только зачем? Сплошные тайны. Короче, все, что на стенках написано, этому не верим. Я даже не знаю их настоящие имена. Знаю только, что команда Селены сделала рабочий прототип. И им нужно больше людей. Этими людьми должны были стать мы, чтобы найти выход из этого тупика вместе. Как-нибудь. Филин на вышке что-то кричал. Может, радио поймало сигнал? Синица, это ты? Сокол? Тут, кажется, можно теперь проигрывать эти сообщения. Смотри, значок плей. Чука. Сокол, типа. Прошло несколько недель. Ну, короче, и голоса здесь нет. Вроде бы они должны это еще подвести, разработчики. Значит, игру еще не допилили до конца. А я жрать опять хочу. Ну, жарься, пожалуйста, побыстрее. Я, конечно, уже желудок напил. Но день-то кончается. Я хотел за сегодня все обшарить. Усо. Я отобедал. Я отобедал. А, подожди, еще водички надо взять с собой на всякий пожарный. Продолжаем с того же места. Значит, тут ничего нету. Поднимаемся на второй ярус. На второй ярус легче всего подняться здесь. Надеюсь, я встречу там какую-нибудь жирную птицу, которую я зажарю. Так, в ящике у нас куча хлам. Рецепт. Цыпленок с кокосом. Отличный рецепт. И там есть посылочка, между прочим. Давай-ка мы ее сейчас раздербаним. Посмотрим, что там. Очень интересно. Полка. Пригодится. Полки всегда нужны. Чтобы складировать как можно больше предметов. Эть. Давай, наверх. Да, ебай. Эба. Блин, как круто смотрится мой плод. Слушай, он прям как космический корабль, только из дерева. Еще и тень отбрасывает мельница. Ну, вот эта вот фигня, как она там называется-то. Ветряная мельница. Нет, ветряная как. Короче, генератор ветряной. О, чертеж. Налобный фонарь. Пригодится. Классно. Тут у нас что? Записка какая-то была. Давай, почитаем, что это записка. Записи Филина. 22 декабря. Получен сигнал бедствия. Остров Бальбоа. 9 января. Сокол отказывается принимать факты. 2 февраля. Выстрелы вдали. Город Тангароа. 14 февраля. Сигнал от Синицы. 6 марта. Еще один сигнал бедствия. Варуна Пойнт. Ребенок пропал. 16 апреля. Рафтеры мечтают об утопии. Глупая надежда. Уже потемнел, капец. Капец, налобный фонарик мне бы не помешал. Что там для... А, мне же его на рабочем столе нужно изучить сперва. Ать, зараза. Ать, зараза. На кухне, кажется, я. По мусорке шариться не буду. Пойду, походу, я посплю. Сейчас я тут еще обшарю вот этот ящик. И все, погнали спать. Проснулся я с надеждой сделать налобный фонарик. Где мой рабочий стол? Я же его перетащил сюда. Значит, открываем. Давай, открывай книгу. И вот сюда. Изучено. А, ну да, все изучено. Значит, это можно выкинуть. Больше мне этот чертеж нафиг не сдался. Иди в открытое плавание. Нужно изучить аккумулятор для этого налобного фонарика. Капец. У меня как раз тут был медный слиток. И пластик. Вот, изготавливаем, значит, и изучаем. Я не представляю, как я вот этот аккумулятор буду носить у себя на башке. Но он, тем не менее, нужен. Значит, фонарик налобный имеется. Нужен еще один аккумулятор. Которого у меня нет, потому что нет меди. Но медь может быть внизу под этой станцией. Я что-то пока плавать туда не хочу. Ой, блин, я еще ржать хочу. Надо порыбачить. Надо порыбачить, выпить и идти. Мне осталось всего лишь второй этаж зачистить. Там я был. И подняться на самый верх. Давай, рыбка, ловись большая, маленькая. Что там? О, пойдет. На сегодня это мой завтрак. Продолжаем. Обыски этого странного комплекса, с которого все сбежали. Остался последний ярус. И я надеюсь, что тут найду что-нибудь очень ценное и важное. Так. Сюда-то мне. Как забраться? Как мне забраться? По лепесткам. Ух, чуть не упали. Ух, опасно. Значит, мне сюда паркурим. Черт. Не выдержала. Ладно, еще разочек. Но я понял, как туда забраться. Надо паркурить. Без паркура жизнь не та. Значит, я сделаю вот как. Я вот тут-то бегу. Вот-вот. А, да тут-то лестница есть. О, ну что. Значит. О, блин. Вот ветровой генератор я бы отсюда, конечно, забрал. Столько электричества пропадает. Капец. Че отсюда надо было бежать? Значит, хлам. Значит, записочка. Давай почитаем. Че тут написано у нас? Эй, февраль. Мы ловим много сигналов. Может, кто-то приплывет и поможет нам? Мы не голодаем. Пока. Скорее всего, реактор населения. Наш единственный шанс в этом бескрайнем океане. И ты, синица, об этом знала. Фили думает, что ты нас предала. Но у тебя наверняка была веская причина бросить нас здесь. Надеюсь, ты доберешься до Селены. И доделаешь реактор. За нас всех, сокол. Еще одну записку не нашел какую-то. По-любому, здесь четыре записки должно быть. Короче, Селена какая-то овца взяла и всех бросила. Надеюсь, это стоило того. Взять лодку. Уплыть от всех. В надежде... Да, блин, все равно она овца. Она взяла и всех бросила. И уплыла. Вроде бы здесь больше ничего, да? Блин, где-то должны быть координаты. Какие-то сигналы же, чтобы продолжить дальнейшие поиски. Я помню, что я раньше вбивал координаты. Опа. Опа. Здорово. Тало. Ты что, живая, что ли? Нифига себе, раньше тут не было. Офигеть. Я в шоке. Я в шоках. Чертеж устройства для переработки. Заберем. Да я на него посмотрю. Потом поболтаю с этой теткой. Это в этом устройстве я потом топливо, по-моему, смогу получать. Биотопливо. Ящик забираем, заболтаем. О, сокли она. Отлично. Записка. Добавлена новая записка. Давай посмотрим. Люди. Вот они, координаты. Ну, я думаю, что Талана-то с нами-то не поплывет. Ну, давай поболтаем с ней. Привет. Ты рада вообще? О, знакомое лицо. Гадаешь, как я тут оказалась? Длинная история. Очень, очень длинная. Мы реально с тобой знакомы? Кстати, крутой плод. Если понадобится ремонт, зови. Пошли. Вообще-то, я теперь что-то вроде морского эксперта. Ну, а как иначе? Мир-то затонул. Супер. Поплыли. Новый игровой персонаж. Тала. Нифига себе. Нифига себе. Поговорить стало. Еще раз можно? Как все странно. Погоди. А, и она появится. Короче, понятно. Всех, кого я буду находить, это потом превращается в игровых персонажей. Я могу за них играть. Ладно, все, прощай. Я думал, ты со мной поплывешь. Или ты тут это, радиочастоты ищешь, или еще чего-то. Все понятно. Все ясно. Я нашел, что хотел. Можно отсюда дрейфовать. По-быстренькому. Вроде бы все я тут обыскал. Ничего не забыл. Так что погнали к людям. Погнали к людям. Надежда не на то, что они там реально есть. Я тут был, кстати. Вот здесь вот я был. Здесь я был. Все, поднать якорь. Надо, кстати, нормальный якорь сделать. Черт твою ж мать. Мясо мне отдала быстро. Надо ее, кстати, бомбануть. Где ты? Куда ты уплыла? Ей чуть-чуть осталось. Блин, а зря я? Вот, наконец-то я грохнул. Какие челюсти-то, е-мое. У меня сейчас там плот уплывет без меня. Я же еще хотел тут меди пособирать. И что-то как-то это. Ладно, фиг с ним. С этой медью. Топку. Поплыли дальше. Надо мясо зажарить. А то еды опять нет. Какие там координаты-то вбивать надо было? 9, 9, 6, 5. Вбиваем. Включаем. Значит, 9. Следующий. 9, 6, 5. Есть координат. И нам нужно плыть. О, 2 километра. Опа. Поплыли. Вон в ту сторону. Вроде бы как вон в ту. Да, вон в ту. 2000 километров. Е-мое. Прощай, Тала. Я буду помнить тебя. Ну что ж. Наш кабан продолжает путешествие. И мы надеемся, что по новым координатам мы найдем людей. Ну так это или нет, ты узнаешь в следующей серии. Поэтому, чтобы не пропустить, не забудь поставить лайк под видео и подписаться, если ты еще не подписан. Ну а мы с тобой и с кабаном увидимся в следующем ролике. Так что до встречи.